Народная война 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 И я хочу сказать Повторить еще раз Что элиты не спасли Русь в 17 веке Элиты были продажные Гнилые Гнусные и достойные Плахи Спасли людей Провинциалы Причем симбиоз Дмитрий Пожарский Благородный человек Плюс торговец мясного ряда на рынке Нижнего Новгорода Кузьма и Дмитрий, мясник и князь, то есть был народный союз на православной вере. Элиты центральные оказались козлами, то есть они скозлились в ноль, в минус, в три минуса, вообще в ничто, это были враги. А провинция поднялась на войну за святыней по благословению патриарха. То есть патриаршее благословение, умирающий Ромаген слал грамоты из подвала монастыря, не умер от чудового по всей Руси. И народ поднимался, там поднимался и садился, там поднимался и садился, там не поднимался, а здесь поднялся и не сел. И был симбиоз, вот именно такой живой органический союз, простолюдина, князь, местная элита и местный бизнес. То есть он был мясник, местный бизнесмен, по-нашему говоря, это местный элитарный человек, то есть местный там губернатор, скажем. И они с молитвой и постом предприняли попытку там раз, там было несколько ополчений, некоторые были разбиты. они шли к окрестным ходом, собирали силы, потом была военная стратегия, они думали, как воевать, с какой стороны идти, как нападать. То есть была аналитика военная и была молитвенная бодрственность. То есть они были бодры в молитве и очень решительны. Причем Пожарский сказал, что я в случае избрания на царя снимаю кандидатуру. То есть я не буду, чтобы не сказали, что я шел на Москву для того, чтобы быть царем. Нет. Я шел, чтобы поляков гнать. То есть он, самоотвод у него был. Там же был Земский собор потом, Всероссийский, Земский собор. Когда они избрали новую династию, каша была неимоверная. Вот элиты были все в нуле, то есть гады, элиты гады в 17 веке. А народ как выгреб. А народ был православный весь. Там не было католиков, там лютеран, там баптистов, анваптистов, там скобцов, трясунов, там бегунов, там шмурнов. Не было их. Православные все. Ясно, что с грехами там все там, понятно. Но православные все. И все хотели царя. У всех было монархическое сознание. Татары, приходившие к нам, вливавшись в ополчение, тоже были за русского царя. Там черемисы, мордвины, там разные там народы приходили. Они тоже были с русскими за русского царя. Там были разные люди, там не были только православные. Но те, кто были с нами, были за русского царя. Им это было легче. Потому что был закон, порядок и уважение к людям. Почему в семнадцатом году двадцатого века ничего не получилось? Потому что не все были православные и никто не хотел царя. То есть тогда у людей было ментальное единство. Они были все православные. Они были грешные, конечно. Как и мы с вами. Жаденые, развратники, там психованные, там вспыльчивые, там завистливые, там такие ленивые, там обжорливые. Ну понятно. Но у них была константа сознательная. То есть мы христиане, православные христиане. Нам нужен царь. И на этом единстве они все выплыли. Они пошли и победили. Избранного династия. А в семнадцатом году двадцатого века не получилось, потому что уже не были все православные. Была шваль сплошная. В голове была полная шваль у людей. Такой фарш был. Вообще просто винегрет из несъедобных продуктов. В головах у людей. И не хотели царя. Хотели царя казнить и зажить по-новому, по-веселому. С красным бантом на груди. А потом, когда в лагеря все окунулись, они, собственно, получили то, что хотели. Хочешь новой жизни? Ну да. В лагерях красные палачи сгноили в основном тех, кто сильно хотел новой жизни. Вот новая жизнь тебе, пожалуйста. Плохо было. Сибирь уже нас две копейки. На тебя. Колыма, Кайло и смерть в сырой могиле. Умерли все те, кто хотел новой жизни. Страстно хотел. Как на картине Урепина. Жидок кричит там. Манифест. В бантике у всех там. Институтка. Профессор там. Пинс не снял от радости. Вот они все вот такое. Поэтому семнадцатый год двадцатого столетия, это был год катастроф, потому что не было общего сознания и общего мировоззрения. Не были все православные. И не хотели царя. Ну получили нового царя. Красного. С маршерскими погонами. С трубкой в зубах. И с восточным акцентом. Вот его и целовали в заднее место. Ну что ж, так хотели и получили. Ты не хочешь нормальному царю планиться? Планись другому царю. Более жестокому и без короны. А с трубкой. А вот тогда победили, потому что все были православные. И все хотели царя. Так что есть о чем подумать в день народного единства. Потому что мы едины. Ун пябло унидас амаса равенсидас. То есть народ един, пока мы едины, мы непобедимы. То есть ун пябло унидас. Народ единый, значит он с равенсидас. Непобедимы никогда. Но единство народа достигается не продуктовым набором. И не процедурой голосования у органы. Нужно что более глубокое. Нужно мировоззрительное единство. Это физическое. Только по вере нужно быть единым. Так что вопросы остаются. Значит наш праздник сегодняшний. Это благодарность Богу за прошедшее. И тревога о будущем. Если мы не будем иметь одни мысли о главных вещах. То враг нас будет бороть в мыслях. Враг знает, что что там ракетами стрелять. Стоит только сознание изменить. И ты наш. На дурака не нужен нож. Ему с рекорда наврешь. И делай с ним что хочешь. На жадину не нужен нож. Ему покажешь медный груш. И делай с ним что хочешь. Воров купят. Козлов обманут. Дураков закабалят. Зачем ракетами стрелять? Не надо. Дорого. Бесполезно. Купим. Обманем. Закабалим. Вот и все. Вот и единство. Сознание. Берегите. Веру. Распространяйте. Распространяйте веру. Все. Вы. Христиане. Распространяйте веру. Ну тогда мы всех победим. А иначе нет. Распространяйте веру. Это poster席. Волк.